Открывают глаза на совершенно очевидные, с прикованными дела. Это специфика вот этих репрессий, этих четырёх месяцев. А что с этим можно сделать? Хороший вопрос. Вы смотрели лигафон с вами? Да. Четыре-то год. А как вы думаете? Ну, я с 11-го года участвую в этих делах, в защите. И всё-таки я никогда не видел, что это было вот с той ровно такой ребёночкой. Были разные дела, разные оценки давали судьи. Чтобы вот так вот ровно все дела, все 15 суток, без каких-либо отгонений, с какого мы ещё не сможем. Только явно и мои коллеги. А какие международные инструменты для обжалования вы хотите использовать, учитывая ситуацию с ЕСПЧ, что Россия не принимает? ЕСПЧ принимает жалобы, до 16-го сентября наши жалобы принимаются. Но мы будем задействовать Комитет по правам человека при ООН. Это организация действующая, эффективная. Она более заболокализирована, чем ЕСПЧ, и рассмотрение происходит там дольше. Но, соответственно, это тот единственный международный механизм, который на сегодняшний день признаёт Россия, поскольку мы являемся членами ООН. И этот механизм будет задействован в данном деле. А как вы думаете, почему это именно сейчас произошло? Почему не раньше? Это выборы или что-то такое? С Ильёй Яшиным я, в первую очередь, всё-таки это связываю с выборами, поскольку мы видим, что всю неделю идут задержания и административные аресты активистов районных и муниципальных депутатов. Михаил Лобанов, который арестован на 15 суток по абсолютно надуманным основаниям, яркое тому доказательство. А сегодня прошёл обыск возбужденного дела против адвоката Дмитрия Тайлантова, который защищал Ивана Сафронова? Да, президент Мурской палаты адвокатов. Да, вот что вообще думаете о давлении, о взаимоотношениях адвокатов и государства сейчас? Ну, в плане... Хороший вопрос. После того, как вы сами сказали, что сегодня арестован в Мире Тайлантова, прошло 4 области по всем известным его адресам. Ну, вот эти тенденции, они повлияют на вашу работу? Нет. Мы работаем в соответствии с требованиями закона, российского законодательства и закона об адвокатуре. Аресты или преследования уголовных моих коллег на мою работу не повлияют. А вы опасаетесь, что преследование может коснуться и вас? Преследование может коснуться любого из нас, кто имеет активную жизненную позицию и имеет смелость её выражать. Я, как адвокат, участвуя в процессах, так или иначе, обязан выражать свою позицию. Я её выражаю. Умеет право баллотироваться на этих выборах и может своим призывом, скажем так, своей публичной позицией повлиять на счёт этих выборов. Я думаю, что в этом поддержка Единой России настолько огромна, что, честно, выиграть маленькие муниципальные выборы они не могут. Ну, ситуация с задержанием, привлекая внимание, приходит пресса. Вы считаете, это помешает вести муниципальную кампанию или, наверное, поможет? Ну, слушайте, вообще, как бы, правильный способ вести любую избирательную кампанию – это ходить и общаться с избирателями. То есть, ходить по квартирам, ходить по дворам. Я всегда так веду избирательные кампании. А вот, когда летом, в 19-м году мы с Лео Яшином сидели в одном спецприёмнике, в Дневниках, да, очевидно, что мы вот эту полноценную избирательную кампанию не могли вести. С другой стороны, конечно, людей, которые нас поддерживают, когда они видят такую несправедливость, такой беспредел судебный, у них должна появляться дополнительная мотивация. И, как говорится, работать из-за себя, из-за своего парня. Поэтому, конечно, вот этот дефицит общения с избирателями, когда сидишь в спецприёмнике, его можно компенсировать, да, вот этим, скажем так, общественным вниманием. Но на самом деле, конечно, это мешает. Когда ты находишься на свободе, можешь разговаривать со своими сторонниками, да, или сомневающимися. Это же удобнее, чем сидеть 15 суток без связи, там, без всего.